Верны присяги и ветераны. Даже находясь на заслуженном отдыхе, они продолжают вносить неоценимый вклад в развитие системы МВД. Об одном из таких уважаемых и преданных профессий людей мы расскажем в следующем сюжете. Приветствую вас. Доброе утро. С праздником. Спасибо. При полном параде уже который год, 10 ноября, Павел Пантов приходит в родной отдел не на работу, а на праздник. Поздравить коллег, вместе вспомнить, как плечом к плечу разыскивали преступников, воспитывали трудных подростков и подбирали кадры для службы в местном УВД. Такое чувство, что я вчера работал здесь, а уже 7 лет прошло. Потому что часто бываем здесь, встречаемся с молодыми сотрудниками и общие вопросы кадровые обсуждаем с руководителем. И пенсионные проблемы ветеранам, где когда помощь нужна, это всегда обсуждается и с руководителем, и с нашей ветеранской организацией. Те, кто еще вчера раскрывал преступление, вез следствий, направлял дела в суд, не сидят без дела и на пенсии. В Совете ветеранов при УВД России по городу Нягоне активистов более 60 человек. Продолжают оставаться в строю, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, повышением правовой грамотности, участвуют в благотворительных акциях. И вот с Павлом Анатольевичем вообще мы на службе с 1998 года. Сначала вместе были на службе в отделе внутренних дел по городу Нягоне, а сейчас вместе продолжаем свою деятельность в общественной ветеранской организации. Дмитрию Трушину, начальнику отдела по работе с личным составом Совета ветеранов МВД ценны. При наборе новичков, как и его предшественник, обращают внимание на человеческие качества, физическую подготовку будущих полицейских. Личный состав – это те же люди, которые избрали своей профессией именно службу в полиции. Понятно, она дает серьезные ограничения какие-то и семье, детям, и личное время, и все остальное. Но они к этому готовы. В Нягонском отделе МВД России профессиональный праздник встречают более 300 полицейских. Задачи перед ними стоят серьезные и сложные, требующие мужества и решительности. Поэтому визитам ветеранов ведомства здесь всегда рады. С советами бывалых сотрудников органов внутренних дел выстраивать работу и легче, и эффективней. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягонь.